В эфире итоги недели на канале БукТВ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. Трагические страницы истории не могут оставить равнодушными. Это боль всего народа. Чьи сыновья, мужья и отцы были вынуждены взять в руки оружие. День памяти воинов-интернационалистов отметил Брест 15 февраля. Человек-легенда, прошедший весь путь от рядового коммуниста и партизана до главы республики. В областном центре торжественно отпраздновали столетие со дня рождения Петра Мироновича Машерова. Открытые диалоги молодежных лидеров с представителями вертикали власти – хорошие инструменты эффективного развития города. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук встретился с молодежными лидерами областного центра. Об этих событиях и не только прямо сейчас. День памяти воинов-интернационалистов наша страна отмечает 15 февраля, отдавая дань уважения землякам, которые вдали от родины в разные годы с честью выполняли свой воинский долг. В этот день, 29 лет назад, последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Беларусь на той далекой войне, которая длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней, потеряла порядка 750 человек, из них 28 – жители Бреста. В городе над Бугом по традиции память белорусов, которые пали в войне в Афганистане, почтили в парке воинов-интернационалистов. На митинг были приглашены руководство города, депутатский корпус, представители общественных организаций, воины-интернационалисты, матери, вдовы, ветераны, а также молодежь города. Воспоминаниями участники боевых действий в Афганистане поделились с нашим корреспондентом Ириной Эльшовой. Самому младшему из тех, кто воевал в Афганистане, 48 лет. У них давно выросли дети и есть внуки. Но память о той далекой войне не отпускает. И каждый год они приходят сюда, в парк воинов-интернационалистов, к главному монументу Брещины, чтобы отдать дань уважения погибшим друзьям, вспомнить земляков и в очередной раз доказать, что боевое братство – самое крепкое из всех. И тогда, 29 лет назад, эта война была лишь началом мировой борьбы с терроризмом. Какая разница, человек, который подорвался на менее 41-45 или на менее под Кандагаром. Потому что мы выполняли боевую задачу и выполнили ее с честью. Мы в то время боролись с терроризмом. Мы это вот сейчас начинаем понимать, через сколько пройденных лет, что оказывается, что все, что было в Афганистане, это была борьба с терроризмом. Сегодня в Бресте живет порядка полутора тысяч человек, прошедших Афганистан. 28 из них отдали там свои жизни. Двое пропали без вести. В День памяти братья по оружию вспоминали то непростое время, когда рисковали жизнью, вытаскиваясь под огня боевых товарищей. Тогда время было совсем другое. И отношение к службе, и к понятию. Отечество, Родина было совсем другое. Поэтому мысли были только одни, получил приказ, его надо выполнять. Поэтому въехали с желанием. Но так как были совсем молодые, безбашенные, скажем так, мы не понимали, что такое Афган. На самом деле, что такое Афган, что такое война, мы уже поняли. Это тогда, когда через границу прилетели. Мы попали в линейные части. Стали ходить на боевые операции. Вот тогда ты понимаешь, что такое война. Я служил в пехоте, в должности снайпера. Задачи выполняли всякие. Сопровождение колонн, обеспечение действия групп специального назначения. Просто боевые выходы. Караваны ловили. Чистили кишлаки. Страшно, конечно, было. Тем более 18 лет. Кому же охота 18 лет умирать-то? А случаев гибели было много. И все это проходило на твоих глазах. Ну, для 18-летнего молодого человека неокрепшая психика, конечно, сложновато. Поэтому очень многие после уже службы в армии спивались, вешались. Именно из-за того, что психически очень тяжело. Война – это чистилище, да? И там, если ты нормальный человек, да? Ты нормальным останешься. Если ты сволочь, война это очень быстро покажет. То есть трусов, дезертиров никто, конечно, не любит. А жизнь там переворачивается очень быстро. Все становится в свое русло, потому что ты начинаешь понимать, что такое жизнь. Надо оценить каждый день, каждый глоток, каждое свое действие. И жить не просто так. Надо в жизни что-то делать. Именно делать для людей. Любой молодой человек, который родился, мужчина, да? Муж – причине, да? То есть военный. То есть любой молодой человек, появившийся на свет, он уже от рождения потенциальный воин. То есть его задача – это защитить своих родных, своих близких, свою родину. Поэтому уметь защитить – это основное дело для мужика. Афганская война стала настоящим испытанием для тех, кто воевал и тех, кто ждал дома. Для 21-й брестской семьи память о муже, сыне и отце навсегда останется болью. Четыре года моя свекровь ждала сыновей с войны в мирное время. Потому что мой муж отслужил два года в Афганистане. И затем ровно поехал его старший брат. И вы знаете, мне осталось в памяти, вот как мы бежали к телевизору, когда шли военные репортажи Михаила Лещинского с этих событий. И поэтому правильно сегодня сказал председатель афганского общества, что это те же ребята, которые готовы отдать свою жизнь для того, чтобы был мир на всем мире. Сегодня главная задача – выполнить все обязательства перед ветеранами боевых действий и их семьями. А еще продолжить работу по сохранению памяти о военных-интернационалистах. Сейчас идет совершенствование мемориальной зоны парка воинов-интернационалистов. Открыты памятные знаки и мемориальные доски практически во всех районных центрах. Рассуждать о том, что война была справедливая, несправедливая, нужная, ненужная – это не в наших правилах. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Афганистан. Через горнила этой войны прошли сотни тысяч советских солдат и офицеров. В душе каждого, кто вернулся домой, до сих пор кровоточит рана, боль от которой не гасится годами. Александр Артющенко – военный летчик. Два года его жизни остались там, на афганской войне, среди гор, обстрелов, взрывов снарядов и бомб. Он выжил. Выжил, потому что знал и верил – дома его любят и ждут. В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая встретилась с легендарным летчиком. О том, что важно и нужно знать каждому, подробнее в следующем материале выпуска. Даже покинув ряды вооруженных сил, Александр Артющенко остался верен своей большой любви к самолетам и всему, что с ними связано. В личной коллекции большое количество моделей, настоящие авиационные часы и даже шлем. В летчике пойти Александр Игнатович решил еще в школьные годы. Город, где жил маленький Саша, располагался в месте дислокации авиационного полка. Поэтому выбор, куда поступать, перед юношей не стоял. Годы учебы прошли быстро, интересно, весело. Интересной была и служба. Однако профессиональную жизнь разделила афганская война. Разделила на до и после. Переживали, все переживали. Первый год практически знала только жена, что в Афганистане. Многие так делали, что не говорили, говорили командировки какие-то длительные и все остальное. Но уже потом, конечно, второй год уже ясно, что невозможно было раскрывать. Приказ есть приказ. В свои 20 с небольшим Александр Артющенко оставляет молодую жену, на тот момент ожидавшую рождение старшего сына, и улетает в Афганистан. В эти прохладные февральские дни супруги часто вспоминают то непростое время, когда никто не знал, чем обернется очередной полет. Признаются, да, было тяжело, но они любили, любили друг друга по-настоящему. Каждый день писали письма. Наверное, именно верой помогла Александру Игнатовичу вернуться домой целым и невредимым. Переписывались, вот через день мы писали письма друг другу. Естественно, это не сегодняшние средства связи, это нужно было долго ждать. Вот, и право ходить, проверять почту было закреплено за мной. То есть, ни родители, ни кто другой, потому что я знала, откуда приходят эти письма. Вот, и мне хотелось их прочитать первыми. Ну, вот, как-то так, наверное, вера в то, что все будет хорошо, помогла пережить этот период. За годы афганской кампании там на войне осталось почти 15 тысяч советских солдат. Страдали многие, особенно жены, дети, матери погибших, рассказывает Александр Артющенко. Но те, кто вернулись, не остались безучастными к проблемам однополчан. Несмотря на непростую обстановку в стране, военнослужащие старались, как могли, помогать друг другу. Война научила подставлять плечо любому нуждающемуся, говорит Александр Игнатович. И добавляет, война показывает истинное лицо человека. Можно было знать друг друга, в общем, годы, но буквально за пару недель, месяцев в Афганистане, когда уже боевые условия, когда идут боевые действия, когда жизнь подвергается какой-то опасности, тут в этих условиях люди сразу же проявлялись. Если бы не это боевое содружество, боевая поддержка, то, конечно, потерь было бы значительно больше. С товарищами и однополчанами Александр Артющенко поддерживает отношения до сих пор. В преддверии 15 февраля они часто общаются в социальных сетях, ездят друг к другу на встречи, вспоминают военные будни и тех, кто не вернулся из боя, потому что знают, их дружба и их память будут жить еще очень долго. Февраль в историческом календаре Беларуси отметился знаковой юбилейной датой. 13 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося белорусского советского политика, руководителя и первого секретаря Коммунистической партии Беларуси Петра Мироновича Машерова. Человек-легенда, прошедший весь путь от рядового коммуниста и партизана до главы республики, еще при жизни снискал всенародную славу, любовь и уважение. Для города над Бугом личность Петра Машерова также была особой. Четыре года он являлся первым секретарем Брестского обкома КПСС. И за столь недолгий срок сумел дать Брещене серьезный толчок в развитии промышленности, сельского хозяйства, истории и культуры. Продолжит тему Ирина Альшова. Он был партизаном в Великую Честную войну, был руководителем нашей республики, приезжал даже в Брест не одно раз. Он за народ был. Он очень много сделал для Белоруссии. Даже до сих пор все, что он сделал, и, по-моему, самое главное, он оставил свой след в душах у людей. Петр Машеров. Человек-легенда, яркая личность политического Олимпа. Руководитель мудрый и прогрессивный. В день столетнего юбилея в Бресте прошел митинг, посвященный его памяти. За четыре года руководству областью он смог придать серьезный импульс развитию и города, и региона в целом. За время его руководства область сделала значительный шаг в своем экономическом развитии. Большое развитие получила промышленность, сельское хозяйство, строительство, жилья. В областном лицее, который носит имя Петра Машерова с 2005 года, легендарную личность помнят и любят. В день юбилея известного земляка здесь открыта мемориальная доска. В год 15-летия самого лицея – это событие, значимое не только для города, но и для лицеистов. Это хороший стимул для учащихся этого замечательного учебного заведения быть достойным славного человека, нашего земляка, человека, имя которого навсегда вошло в историю Республики Беларусь. Ну а то, что город в рамках подготовки к тысячелетию будет и дальше принимать меры по вековечению памяти выдающихся наших земляков, не обязательно 20-го столетия, но и разных периодов жизни, это, наверное, абсолютно очевидно и правильно. О Петре Машерове в областном лицее знают все. В стенах, где царит жажда знаний и дух творчества, постоянно проводят выставки и конференции, приглашают в гости очевидцев и соратников Петра Мироновича, держат связь с родными и близкими. А юбилейная дата – это дополнительный повод вспомнить легендарного земляка и взглянуть на его личность с другого ракурса. Через уроки, которые мы проводим, мы стараемся показать действительно величие этой фигуры. Это не высокие слова, не какие-то заученные фразы, потому что человек настолько был человечным во всем – в отношении семьи, в отношении к тем, кто с ним работал. Петр Миронович задал очень высокую планку как руководитель, как организатор, как учитель. Он действительно был учитель с большой буквы. И вся его жизнь показала, что вот те качества, которые он сформировал в молодости, они всегда ему помогали вести за собой людей. К столетнему юбилею Машерова в областном лицее открыли новый спортивный зал, который после реконструкции стал настоящим подарком для всех, кто дружит со спортом. Свои знания и эрудиции лицеисты смогли проверить во время викторины, посвященной жизни и деятельности Петра Машерова. Вместе с тем, главная цель всех мероприятий – показать подрастающему поколению достойный пример. Я думаю, это его вклад в наш город просто неоценим. И мы должны быть благодарны ему. Он для нас не просто человек, чье имя носит наш лицей. Это наш пример. Все, что у нас есть, это все благодаря ему. Он говорил, что мы должны расстаться своей родной мовой. И сделал огромный вклад в развитие нашей культуры и науки. В тысячелетней истории Бреста личности Петра Машерова отведено особое место. Человека с большой буквы, давшего импульс современному развитию города и региона. А в памяти потомков он останется легендарным руководителем, сумевшим завоевать сердца и души людей. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Букинформ». Вы смотрите итоги недели на Бук-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Открытые диалоги молодежных лидеров с представителями вертикали власти – хорошие инструменты эффективного развития города. Один из тезисов встречи мэра города Александра Рогачука с юношами и девушками, активистами областного центра. Разговор получился довольно многоплановым, интересным и обоюдополезным. Председатель горысполкома не только познакомил ребят с наиболее знаковыми проектами в рамках подготовки города к тысячелетию, но и ответил на волнующие их вопросы. Анастасия Ноздвин-Плотницкая с подробностями. Открытые диалоги молодежи с руководством областного центра давно стали хорошей традицией. На такие встречи приглашаются активные, талантливые юноши и девушки города, у которых есть желание узнать из первых уст о наиболее важных делах для Бреста, а также предложить свои идеи по его развитию. Такие встречи с руководством города у нас проводятся традиционно. Это не первая встреча молодежи с Александром Степановичем Рыбачуком. Молодежь очень активно в них участвует, задает волнующие молодежь вопросы. Конечно же, одна из приоритетных тем для Бреста – подготовка города к тысячелетию. На ней Александр Рыбачук остановился особенно. Сегодня областной центр переживает настоящее преображение. Расширяются транспортные магистрали, застраиваются и ремонтируются жилые районы, появляются новые социальные объекты. Задача – сделать город таким, чтобы он был интересен и людям постарше, и молодежи. А потому очень важно время от времени сверять часы и говорить о планах и перспективах. Я думаю, что абсолютно разумно учитывать потенциал молодежи города Бреста в социально-экономическом развитии нашего дорогого города. А то, что Брестская молодежь – это люди очень активные, очень образованные, креативные, это очень здорово. И поверьте, что я говорю это совершенно искренне. Несколько десятков тем диалог мэра с молодежью получился насыщенным. В адрес председателя горосполкома прозвучало большое количество вопросов, на которые он давал конкретные и четкие ответы рекомендации. Важно поддерживать такие доверительные отношения и регулярно подкреплять их новыми совместными планами и проектами. Сегодняшняя встреча имеет много задач. Прежде всего, сверить наши действия официальных органов власти и мнения молодежи. В какой-то мере выслушать молодежь, что мы, возможно, упустили еще из направления нашей деятельности. Ну и, соответственно, довести наши действия органов власти до молодежи. Соответственно, они уже дальше через свои социальные сети, через свои личные контакты расскажут своим друзьям и знакомым. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ. В продолжении темы. Уже не один год Белорусский Республиканский союз молодежи – автор и организатор широкомасштабного проекта «Открытый диалог». Это дискуссионная площадка, давшая возможность молодежи поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям. Встречи в формате диалога регулярно проходят в городе над Богом. Накануне мероприятие состоялось в колледже связи. Подробности в следующем материале выпуска. В актовом зале колледжа связи практически нет свободных мест. Что примечательно, как только спикеры начали говорить, воцарилась тишина. Ребята слушали внимательно. Встреча сразу нашла свою продуктивную волну. В преддверии выборов с подрастающим поколением встретились депутаты. Городского совета Денис Селивоник и палаты представителей национального собрания Анатолий Дашко. В начале мероприятия они рассказали его участникам об обязанностях и рабочих буднях представителей депутатского корпуса. Лично хочется, чтобы молодежь знала, как у нас построены органы власти и выборные органы. И как они работают, как они функционируют. Об этом мы и будем сегодня разговаривать. Проект «Открытый диалог» давно приобрел масштаб настоящего общественного движения. Его акции проходят во всех регионах. Можно смело сказать, что это еще одна форма прямого контакта с властью. Эффективный инструмент развития гражданского общества в Беларуси. Это наша республиканская, так скажем, акция, республиканское мероприятие, с помощью которого она сформировалась как площадка, с помощью которой молодежь общается с интересными людьми, с политиками, с предпринимателями. Сегодня мы в преддверии выборов пригласили в колледж связи депутатов. Немножко молодежь тушуется у нас в начале, для того, чтобы этот диалог начать. Но, в принципе, наши все спикеры – это сильные ораторы, поэтому они с легкостью раскачивают молодежь нашу, после которого молодежь действительно входит в открытый диалог. В ходе встречи у учащихся была возможность задать вопросы гостям. Молодежь интересовали темы разные – от специфики работы депутата до законопроектов в области образования и вторичной занятости в летний период. Анастасия Остробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В середине января в одном из выпусков BookInform мы рассказывали об уникальном издании – «Атласе крепости Брест-Литовск». Напомним, «Атлас» – это 54 карты проспектов и планов крепости, 63 современных фотографий и более полусотни исторических снимков. Это история фартов в фотокарточках и схемах. Сегодня есть повод тему продолжить. Накануне в областном центре Брещины состоялась официальная презентация книги. Мероприятие собрало гостей в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина. Подробности в материале Анастасии Остробко. «Атлас крепости Брест-Литовск» – это результат большой исследовательской, научной и творческой работы коллектива единомышленников. Организатор – фонд развития Брестской крепости. Однако в одиночку, признают его специалисты, они точно не справились бы. Многочисленные помощники в Белоруссии и за рубежом, а также интерес и желание сохранить историю о важном для города объекте сделали свое дело. В 2018-м свет увидела книга о крепостных фортах. В первую очередь «Атлас» – это публикация архивных исторических источников. Это не книга о том, как мы представляем Брестскую крепость, а книга о том, как представляли эту крепость те люди, которые эту крепость создавали. Поэтому, не побоюсь этого слова, более 90% материала этого «Атласа» публикуются впервые. Это с одной стороны. С другой стороны, «Атлас Брестской крепости» предназначен для очень широкой аудитории. Это не сухая научная работа для узкого спектра специалистов, это научно-популярная работа. Презентованное издание носит третий порядковый номер. Первые два еще в процессе создания причины необычной ситуации – набор материала. Самое большое его количество удалось собрать за период с 1876 по 1915 годы. В будущем исследовательская группа планирует изучить этапы становления цитадели, ему предшествовавшие. Сохранность исторического материала по Брестской крепости, она фактически уникальна. Я работала не только с этой крепостью. При этом это и создает значительные трудности, так как приходится обработать тысячи дел, чтобы честно ответить себе и читателям на вопрос, вся ли полнота материала представлена. Поэтому это была нелегкая работа. Более того, мы говорим только о третьем томе из трех возможных. Мы сделали порядка 30% работы, описали форты Брестской крепости, на очереди вся цитадельная часть и, конечно, исторический старый город Бресте. Официальная презентация в Бресте не премьера для издания. Впервые книгу изучали в рамках подобного мероприятия в Минске. Успели пусть и шапочно ознакомиться с атласом и некоторые гости Брестской церемонии. Они уверены, книга наверняка будет интересна ученым и краеведам, специалистам по охране наследия и архитекторам, музейным работникам и просто людям заинтересованным, горожанам, туристам, посетителям. Это очень интересно. И смотреть на эти чертежи, как это было построено, вообще проделана такая большая работа, о которой надо и говорить, и изучать ее, потому что, наверное, будут какие-то люди, ученые, которые дальше будут продолжать или молодое поколение изучать это все. В частности, меня всегда интересовали форты еще в каком плане. Вот у нас в Музее истории города есть карта города. И вот когда подходишь к этой карте города, смотришь крепость, форты, а потом ты вдруг понимаешь, что сейчас эти форты, они уже находятся в центре чуть ли не города. То есть город настолько расширился, город настолько расстроился. И вот это вот сопоставление, оно настолько потрясает, поражает. Получается, что мы живем в старом историческом городе, и это просто замечательно. Создание «Атласа» – проект некоммерческий. Это значит, что в открытую продажу книга не поступит. Но организаторы уверяют, издание появится во всех учреждениях, где могут оказаться люди в нем заинтересованные. В первую очередь, конечно, в библиотеках и музеях. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ.БАЙ, а также на нашем канале в Ютуб. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 18 февраля погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Балтийского моря. В Бресте ночью пройдет кратковременный мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток – 0,2 градуса. 19 февраля на территории республики начнут поступать неустойчивые воздушные массы северных широт. В Бресте день будет отмечен переменной облачностью. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью – минус 1,3. Максимальная днем – 2 градуса выше нуля.